Путин не уйдет никогда И если вы хотите узнать, на чем основаны мои выводы, оставайтесь со мной на канале ИТОН ТВ. А пока я хочу напомнить вам, дорогие зрители, чтобы вы не забывали подписываться на наш канал и не забывали ставить лайки под этим моим видео, потому что ИТОН ТВ это единственный независимый интернет-телеканал на всем пространстве русскоязычного интернета. Я не устану повторять, что мы независимы от государства или олигархов, а поэтому мы говорим то, что думаем, и думаем, что говорим. Мы честные и, как следствие этого, несколько бедные. Увы, поэтому поддержать нас можете только вы, уважаемые зрители. Так что лайкайте и подписывайтесь, и будет вам плюс в карму. Тема, о которой сегодня я хочу говорить с вами, это тяжелая болезнь. Но это не та болезнь, которой якобы болен Владимир Владимирович Путин, и о которой беспрестанно трещит валетий соловей. Я поговорю с вами о той тяжелой болезни, которой больна сегодня Объединенная Европа. Диагноз этой болезни уже поставлен. Она называется политкорректность головного мозга. Болезнь, при которой назвать черное, считается верхом неприличия, а сказать наглецу, бандиту и нахлебнику, что он наглец, бандит и нахлебник, является преступлением. Вообще, сама идея создать союз равных государств, состоящий из столь неравных стран, была прекрасной, идеалистичной и порочной сама по себе. Как бывают порочны в корне все идеалистические идеи. Самое страшное, что угрожает человеческой цивилизации и что в ближайшее время угробят ее, это не атомная бомба и не коронавирус. Нет. Смертельную опасность таят в себе идеалисты и их идеи. Самые жестокие преступления на земле, самые массовые убийства, истребления народов и кровавые революции были результатом действий этой кучки вечных флейтистов, которые, играя на очередной волшебной дудочке, всякий раз увлекают за собой толпы безмозглых человека-баранов. Коммунисты в России, красные кхмеры в Камбодже, исламисты в Иране, национал-социалисты в Германии и прочее, прочее. У всех этих историй одинаковое начало, прекрасная идеалистическая идея совершенного общества и одинаковый финал. Кровь, горе, разрушение и массовые убийства людей. Прекрасная идея собрать в один большой союз равных самые разные страны утопична и порочна сама по себе и изначально несет в себе зерна саморазрушения. «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань», – сказал классик. «Но мы всегда думаем, что мы умнее классиков и что прекрасные намерения могут победить законы природы». И вот в этом союзе равных под названием «Объединенная Европа» были собраны самые разные страны, богатые и экономически сильные, и слабые и зависимые. И всем им были предоставлены в этом идеальном союзе равные права. В каждой стране полноправный голос во всем – в распределении евробюджета, в контроле за правами человека, в определении того, что законно, а что нет, и того, что по их понятиям хорошо, а что плохо. Любой человек, даже не будучи эстетиком, политологом или экономистом, должен был заранее догадаться, во что подобный союз выявится в ближайшее время. «Слабые и бедные, ленивые и неумелые, бездарные и необразованные, получив равные права с богатыми, трудолюбивыми и талантливыми, вдруг нагреют и начинают требовать себе все больше и больше, и предела их наглости нет и быть не может». И вот наступает какой-то момент, когда какая-нибудь сверхбогатая Германия или Англия задумываются, о какого собственного черта. Драждане в этих странах начинают соображать, а почему, собственно, они работают как лошади и платят деньги, а решают за них, куда эти деньги пойдут, бездельники и на хлебники. И это такой же непреложный закон для стран, как и для отдельных людей. Любое сообщество людей, даже объединенное самыми прекрасными целями, типа равенства и братства, рано или поздно должно превратиться либо в государство закона, либо в банду. «Но и там, и там, и в государстве, и в банде, кто-то всегда будет сверху, а кто-то внизу, кто-то будет первым, а кто-то двадцать пятым, кто-то будет командовать, а кто-то подчиняться». «Это такой коктейль, кровавая мэта, сколько бы его ни перемешивали, но стоит ему только полминуты постоять спокойно, и алкоголь будет сверху, а томатный сок снизу». В Евросоюзе первая ласточка оказалась, как вы помните, Британия. Вернее, англичане первыми сказали это вслух. Сказали, что не хотят работать и платить деньги за банкет, распоряжаться на котором будет какая-нибудь полунищая Литва или хронически ленивая Румыния. Ватиканцы решили выйти из Союза, и далее всё было строго по законам жанра, как в нормальных бандитских группировках. Вход в банду – рубль, выход – два. И ещё, конечно, не забывайте подписываться на канал нашего спонсора – анимационного сериала для взрослых «Одноглазая Муму». Мультсериал «Одноглазая Муму» по прозвищу «Голая жесть» – это смешные и очень короткие мультяшки для взрослых с очень жёстким содержанием. Сразу предупреждаю, что это зрелище не для слабонервных и не для людей, которые не понимают и не ценят чёрного юмора. В этих мультиках много крови, много шуток на грани и разных прочих гадостей. Но одно я могу вам гарантировать совершенно точно – это всегда ужасно смешно, прикольно и с неожиданным финалом. Еврогопота, евроголодьба запаниковала и закричала. И не хотела отпускать британцев, потому что – а кто же тогда их будет кормить? Но самый больной вопрос, который с настойчивостью коронавируса свербит в черепушке у больных политкорректностью головного мозга, и тот самый гвоздь, который в конце концов будет забит в гроб Объединённой Европы – это вопрос беженцев, которых, чёрт возьми, всегда обязательно надо от чего-то спасать. Спасать от хронической, веками взращённой лени, спасать от войн, которые они сами себе и устраивают, спасать от голода, как следствие этой самой лени и этих самых войн. Больные, извините за выражение, трахнутые на всю голову европейские идеалисты, придумали себе свой идиотский комплекс вины за якобы преступления своих давно забытых предков. Но встав на место европейцев, исследуя их логики, я бы призвал к ответу монголов. Как утверждают историки, именно монголы и Чингисхан убили самое большое количество людей на Земле. По самым скромным подсчётам, во время походов Чингисхана и его потомков, было убито больше людей, чем за все войны XX века, включая Вторую мировую. Но монголы не чешутся, с них нечего взять, к ним не бегут беженцы, а к европейцам бегут и европейцы спасают. Причём спасают не маленьких, действительно умирающих от голода детей, нет, они спасают и дают подают у себя дома молодым, здоровым, сильным мужчинам, так называемым беженцам из несчастных и голодных стран. А давайте посмотрим правде в глаза. Правде, за озвучивание которой я, вероятно, буду распят и заклеймён как расист. Вот есть какая-нибудь африканская или арабская страна, страна, в которой есть природные богатства, или даже нет богатств, но это не важно, зато там есть некая верхушка, которая правит, или каста, или плена, или клан. И они все деньги от продажи природных богатств, или от международной помощи, или от налогов забирают себе, а остальным ничего не дают. Ничего от слова «ничего». А все остальные завидуют, потому что они тоже хотят. И в один прекрасный день, под прекрасными лозунгами «равенство, братство, грабь награбленная», те, кто не допущен к кормушке, восстают против тех, кто к кормушке допущен, и начинают увлечённо и со вкусом убивать друг друга, с особой жестокостью вырезать своих врагов, целыми семьями и кланами, грабить, короче, начинают воевать. Такая война может быть разукрашена какой-нибудь прекрасной идеологией, коммунизмом или исламизмом, панорабизмом или чёрным братством, неважно. Базовая идея в таких войнах у всех одна. «Было вашим, станет нашим». В конце концов, в такой войне кто-то начинает побеждать, а кто-то проигрывает. И проигравшие превращаются в тех самых нищих, голодных и ужасно несчастных беженцев, которые рвутся за спасением в Европу. Причём, заметьте, это всё вчерашние солдаты междоусобных войн, члены, возможно и вероятно, вооружённых банформирований, запятнавшие себя жестокими преступлениями. Для них, как говорил Костя Кирпич из известного фильма, «человека подрезать, что тебе высморкаться». Их же никто не проведает. Ну, пытаются, конечно. Но глобально гарантировать, что в Европу пребывают исключительно мирные труженики, сбежавшие от войны, не может никто. И Европа, идеалистическая, больная на голову Европа, которая даже высказывая подозрения, подобных тому, что я сейчас озвучил, считает расизмом, этих беженцев поднимает. Ну, а дальше всё по сценарию. Вчерашние нищие, бедные и несчастные очень быстро наглядывают, борзают и начинают качать права. И им снова в голову приходит та же мысль, которая их привела к войне на собственной родине. А почему у этих местных есть всё, а у нас ничего? А если у этих европейцев всё отнять и поделить? А ещё лучше с этих европейцев поубивать, и тогда вообще всё будет наше. Было ваше, стало наше. И потом нужно только придумать соответствующую идеологию. Например, пан-исламизм или отмщение за рабство. Всё, дело сделано. И дальше трупы на улицах мирных европейских городов, отрезанные головы в Париже и Берлине и удивлённые голоса евротелевизионных придурков-комментаторов. Ах, наверное, у этого несчастного случился стресс или культурный шок, и потому он убил ножом-топором 10-20-40 человек. Надо его пожалеть и полетить, потому что это у них такая культурная традиция. Если у них случается стресс, они хватают нож-топор и бегут убивать людей. Судить его за это нельзя, а нужно его за это жалеть. Больные на голову европридурки не хотят понимать, что он убил потому, что он просто убийца. Потому что он человек с логикой пещерного периода, который знает только один способ зарабатывать деньги. Убить того, у кого эти деньги есть, и забрать их себе. Завершая тему, отмечу, что в последнее время Европа начала кое-что понимать. И было принято решение пускать в Европу не всех, но поскольку поток беженцев всё не уменьшается, а их где-то надо содержать. Европейцы приняли временное, и как это у них всегда бывает, абсолютно идиотское решение. Они приняли решение платить деньги Турции за то, что-то будет задерживать и содержать, и накапливать этих беженцев у себя. Прогноз ясен как божий день. Турция накопит в своих лагерях беженцев на своей территории огромную массу озлобленных, голодных, жадных бойцов. Их уже 2 миллиона, а будет значительно больше. Проблем с содержанием у турков нет, поскольку они не мучаются европейскими идиотскими комплексами. Они обнесут такие лагеря колючей проволокой и поставят по периметру пулемёты. И если заключённые вдруг выступят против хозяев, турки не европейцы. Они ни на секунду не задумываются, чтобы начать стрелять. Положат всех, я вам гарантирую. И вот этой страшной, голодной и озлобленной массой турки будут постоянно угрожать Европе, начать деньги, как вы уже знаете, беженцы и содержаться. И шантажировать эту Европу, мол, в случае чего? Ага. И как только начнётся серьёзный конфликт между Турцией и Европой, а он, судя по всему, далеко не за горами, туркам даже не нужно будет армию посылать. Они просто откроют ворота своих лагерей и в Европу хлынут миллионы неуправляемых, голодных и жадных убийц. И вот тогда просвёщённая и либеральная европейская власть встанет перед выбором. Остаться такой же просвёщённой и либеральной, белой и пушистой, и дать себя сожрать, ограбить и изнасиловать. Либо выставить армию и защищать свой народ, свою землю, свою культуру в конце концов. Вы знаете другой способ защититься от потенциального грабителя и насильника, кроме того, чтобы применить насилие против него самого? Я не знаю. И в этот момент всё встанет на свои места, с головы на ноги. Потому что идеализм хорош только тогда, когда тебе есть, что кушать, когда тебе есть, чем дышать. А когда нет, что кушать и чем дышать, и тебе угрожает смертельная опасность, то идеализм не годится. Тогда лучше голый прагматизм. Он для здоровья полезен. Кстати, в своей следующей программе я снова буду отвечать на ваши вопросы. Отвечу и на те, на которые я не успел ответить в предыдущей программе, и на те, которые вы, надеюсь, зададите мне сегодня. Напоминаю, что задать вопрос, можно написав его прямо в комментарии под этим видео. А сейчас я возвращаюсь к тому, с чего начал эту программу. Почему я уверен, что Путин не уйдёт никогда? Причина проста и банальна. Владимиру Владимировичу некуда уходить. У него нет ни одной из необходимых базовых вещей для безопасного отхода от власти в России. В России за последние сто с лишним лет политики отучились передавать власть законным путём. Не сформировалось такое привычки. Власть в России передают по наследству. Захваты власти в виде революции и дворцовых переворотов стали, извините за каламбур, хорошей, плохой традицией. И даже не Путин в этом виноват, как его пытаются обвинить в этом некоторые оппозиционеры. Россия отвыкла от этого задолго до Путина. А просто бросить власть и уйти выращивать капусту, как это сделал римский император Диоклетиан, Путину не позволят. Это тоже в российских традициях. Он должен либо отдать власть своему наследнику, либо уйти с треском, шумом и гамом. Российская традиция смена власти жёстко диктует одно. Хозяина, отошедшего от власти, вольно или невольно, необходимо растерзать. Или хотя бы пнуть и оскорбить. Или хотя бы плюнуть в его сторону, но обязательно всё отобрать. Потому что только так можно будет показать свою лояльность власти новой. И тот, кто сильнее и больнее пнёт, или обильнее плюнет старого хозяина, будет этой новой власти милей. Хочет этого Путин? Хочет ли Путин оказаться в подобном положении? Разумеется, нет. И что-то мне подсказывает, что никогда и не окажется. И второй вариант смены к власти, к сожалению, Путину тоже не подходит. Вариант уходя остаться. Так как ушёл, а вернее отошёл от власти, Нур-Султан Назарбаев. Уйдя от власти, Нур-Султан сотворил себе, или, если хотите, сотворил из себя образ и статус духовного вождя нации, лидера отца, который заботится о своём народе. Такого вождя, который сумел в самые трудные для страны годы сохранить её духовное и национальное единство. Сохранить её территорию. Путин, который сделал для России в этом смысле, уж во всяком случае не меньше, чем Назарбаев для своей страны, не сумел, или ему не дали, или он не захотел сотворить из себя образ отца и духовного вождя, русского, российского народа. Наверное, в силу того, что русские всё-таки больше европейцы, которым чувство поклонения ушедшим от власти вождям менее свойственны. И они гораздо быстрее готовы менять одни памятники на другие. Путин не создал некой национальной идеи, национальной идеологии, если хотите, национальной религии, которая бы предполагала наличие некоего верховного жреца, закулисного властителя и главного надсмотрщика над властью светской. Идеальный пример такого построения общества Иран с его аятолами. Поэтому Владимир Владимирович даже пока близко и не помышляет о своем уходе. А все разговоры о сменщиках, о приемниках и так далее, и так далее, это спекуляции, основанные либо на сознательных провокациях и ложных сливах, либо на желании похвастаться своей придуманной компетенцией и самосочиненной приближенностью к коридорам власти и сильным мира всего. Можно себе придумать мифического собеседника типа друга генерала службы внешней разведки и от его имени продавать свои собственные домыслы о якобы тяжелой болезни главы государства и о якобы его скором уходе. А можно еще чего-нибудь сочинить, была бы фантазия. Можно в конце концов придумать, что Ванга нагадала, что в 2000 и таком-то году Путин уйдет. Или наоборот, все пройдет, все прохиляет, все проконяет, извините меня, зазорганизм. Почему Путин все эти базары гнилые различных соловьев и прочих с ним не пресекает, хотя мог бы? А зачем? Ведь это же замечательная возможность использовать так называемый тест Ивана Грозного. Что такое тест Ивана Грозного? Вы знаете. Как известно, царь Иван зачастую объявлял своим боярам о своем скором отречении от короны и уезжал в ближайший монастырь. Мол, надоели вы мне, вы меня не слушаетесь, не хочу я вас, бросаю корону. А потом Иван Грозный просто наблюдал, кто из бояр на эту удочку клюнул, а кто нет. Кто побежал, поспешил вслед за ним в монастырь и повалился в ноги, мол, батюска царь, не оставляя нас, на кого же ты нас покидаешь, а кто-то не поспешил. И вот эти бояре, которые валяются в ногах у царя Ивана Грозного и умоляют его остаться у власти, прошли тест Ивана Грозного. А те, кто не поспешил, а стали оглядываться по сторонам в поисках преемника, быстро лишались и головы, и всего своего добра. Сегодня для проведения такого теста Ивана Грозного нет нужды уезжать в монастырь. Путину не нужно делать вид, что он отходит от власти. СМИ и самопиарившиеся комментаторы всё сделают за него, а ему останется только наблюдать, кто клюнет на это, а кто нет, кто будет примерять на себя мундир преемника, а кто поймёт, что это всего лишь хитрая ловушка вождя. И, кстати, наиболее умные и компетентные комментаторы и политологи в российском медиапространстве вовсе не уверены, что скорый уход Путина от власти это так уж хорошо для России. Почти все сходятся на мысли, и я готов с ними согласиться, что любой следующий хозяин может быть для России только хуже, как сказано у великих стругацких в повести «Час быка» на смену серым всегда приходят чёрные. Эх вы, диванные, революционеры и неспровергатели, я бы посоветовал вам бойтесь своих желаний. Они имеют одну опасную привычку, они могут сбываться. Аминь. Одну секунду, подождите. Вы ещё не выключили YouTube? Сначала, перед тем, как выключить, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. А уже потом я скажу вам Аминь. Спасибо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»